Я сейчас хотел вас пригласить с собой в увлекательное путешествие. Каждый из вас, когда ещё был в детстве и смотрел на звёздное небо, ему очень хотелось узнать, что там, что кроется за этой бездонной чёрной пустотой. Именно сегодня, сейчас мы приглашаем вас вместе с нами в путешествие по космической Вселенной, но космической в области фунгицидов. Действительно, мы большой фокус делаем на качество, причём качество не только в яблоках, не только в линиях работе наших агрономов, но и во всех аспектах, то есть это и в работе с нашими клиентами, с нашими партнёрами, с нашими любыми контрагентами. Сегодняшняя встреча – это, наверное, продолжение этого нашего фокуса на качество, потому что компания «Сингента» задаёт определённые стандарты и тоже большой уровень мероприятий тоже поддерживает. И поэтому фунгицид «Миравис» – это первый фунгицид, с которым мы идём именно против заболевания парши, и мы его позиционируем именно против парши, когда оно наиболее вредоносно. Всегда, всегда проводниками этих технологий к полю, адаптации новых знаний, новых каких-то элементов технологии были именно «Аграрии Юга». Мы проводили мелкодяночный опыт с «Мирависом» на полностью восприимчивом квартале к парше. Сравнивали «Миравис» с другим из «Дичай» препаратом, но другой из «Дичай» препарат был в связке с «Контактником». «Миравис» был самостоятельным. Вносили мы в первой декаде мая, вот, зависть только у нас образовывалась, и учёт проводили через 7 дней. Мы одну обработку проводили. Препарат себя показал более чем замечательно, то есть ему есть место в нашей системе защиты на следующие годы. «Миравис» держит паршу на протяжении 7 дней, я убедился своими глазами. То есть у нас уже появляется большее окно для проведения уходных работ, которые также никто не отменял. Больше места для манёвра «Миравис» даёт. Что касается стратегии работы по парше, нам не хватает арсенала системных препаратов, и очень мы ждали новую молекулу. Планируем взять пока на одну обработку. То есть на большей площади попробуем, посмотрим. В принципе, очень информационно ёмкое было мероприятие сегодня. Всё, что я хотел узнать, у меня были вопросы. В принципе, мне даже не пришлось их задавать, но не всё ответили. Именно у меня был интересный механизм действия, то, что именно на окислительно-остановительном процессе он влияет через митохондрию, чтобы понимать, куда его ставить именно по будущему в защите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова